Здравствуйте дорогие мои, сегодня совсем немножечко историй о том, как идут дела с открытием ворот Анкиража на разных серверах Ну, собственно, на разных серверах, на некоторых, уже ворота открыли, Ктуна убили в тот же самый день, когда открыли ворота Есть один русскоязычный стример Валди, у которого есть уже жук, он играет на Галимаге, по-моему И он даже есть в блюпосте Близзард, там, блюпост, где Близзы поздравляют первых жуковладельцев И, в общем-то, Валди поздравляют Кстати, про Валди есть интересная информация, якобы там были какие-то договоренности с, ну, таким тоже мини-союзом гильдии на их Галимаге А Валди всех киданул, собрал свой рейд и пришел с утра, открыл ворота, ударил в гонг Вот, я не знаю, так ли это Валди, может быть, мне отпишется, может быть, кто-то из вас отпишется Я закреплю комментарий снизу, вот, будет известно, было ли что-то такое или не было Но если было, если что, я не осуждаю, потому что я считаю, что это игровой момент Кидок в игре, это значит не кидок в реальной жизни, все норм На наших с вами серверах, в частности на Пламегоре, некоторые гильдии продолжают заставлять людей фармить чешуйки на жуков Например, по неподтвержденной имеющейся у меня информации, из гильдии, как в первый раз, кикнули примерно 50 человек Которые не смогли нафармить норму чешуек Или отказались фармить норму чешуек В том числе, кажется, даже кикнули класс-лидера, я не знаю, класс-лидера варлоков Гильдия, кто в первый раз, отпишитесь, у вас там действительно кикнули 50 человек Ну, я не считаю, что это какая-то проблема, то есть это очень смешно И, в принципе, я думаю, что и ГМ-гильдии, как в первый раз, найдет себе новых игроков Которые смогут закрывать тот же самый контент и тех, кого кикнули, если их кикнули Они тоже найдут себе новую гильдию, без сомнения Даже проще и быстрее, чем свою старую Но, на самом деле, ну, в принципе, то, что я сейчас буду рассказывать уже общеизвестно Если вы следите вообще хоть как-то там за Пламегором, за тем, как там дела Зря ГМ-гильдии, как в первый раз, или кому-то должны фармить жука, торопится и расстраивается Потому что оказалось, что у вот этого союза жука, да, или как он там назывался на Пламегоре Который был собран, чтобы отложить сдачу ресурсов, чтобы нафармить чешуйки, чтобы там стараться друг другу не мешать Очень сильно отчасти этот союз свою функцию выполнил Но, они собрались обсудить, когда они сдадут ресурсы И оказалось, что у них нет ресурсов При том, что, да, мне люди писали, говорили, у моего друга есть ресурсы все Он их сдает через секунду, буквально пептар, заходи на Пламегорскрин Во время общения союза Пламегорского гильдии, они тоже обсуждали, что вот у нас есть ресурсы Но мы стопанем, стопанем их сдачу У моего сайгильдовца есть ресурсы, но он тоже стопанет Или не стопанет, он все сдаст И тут же все ресурсы будут сданы, караваны отправятся и все это Но, когда, уважаемые господа, посчитали, сколько у них ресов Я не знаю, как так получилось Оказалось, что, ну, примерно к середине сентября поедут караваны на Пламегоре Я написал нескольким людям, которые сообщали мне о том, что там у них, у их гильдии, у их знакомых есть ресы Они сказали, ну так да, но мы имели в виду вот те вот ресы, которые редкие И они как бы у нас есть не все, мы их уже сдали, пептар, да, как мы тебе и говорили Так что, видимо, пламегорцы очень много, долго и активно кидали понты перед друг другом И в итоге этих понтов оказалось гораздо больше, чем ресурсов Гораздо больше Дальше ситуация развивается еще более интересным образом Те, кто играют на Пламегоре и хотят открыть ворота, в принципе, в курсе Дело в том, что работяги, которых там до этого принуждали, допустим, в фарме чешуйки или не принуждали Они были недовольны тем, что сдача ресурсов откладывается Якобы все ресы есть, но они не сдаются Они такие, чё? У вас еще и ресурсов нету? Говорят, ну, грубо говоря, вот этому союзу, да, говорят работяги Ах, вы членососы, ну и сидите теперь без жуков, без всего А союз гильдии говорит работягам Условно, не то, чтобы это было прямо вот так Союз гильдии говорит работягам Так, гоу, ресурс-то фармить, типа, ну, все вместе, общее дело, ворот надо открыть А работяги такие говорят союзу Да идите, говна поешьте Вы тут со своими откладываем, не откладываем Есть ресурсы, нету, все Мы ничего не будем вам фармить Идите, в жопу отсосите Нам вообще ваш анкираж не нужен Сидите без жуков, говноеда И мне очень интересно, что... Ну, а чё будет дальше? Дальше, собственно, те, кто хочет фармить, пойдёт фармит Тем более, что там есть, ну, неплохие какие-то награды Там можно бабла поднять, если руками фармить, наверное Хотя, с другой стороны, я не знаю, сколько сейчас эти ресурсы стоят на Пламегоре Кстати говоря, есть информация о том, что этот шейх Который потратил 2 миллиона рублей на то, чтобы ему там Несколько рейдов фармили жука И вот эта вся история Что он якобы предлагает союзу гильдии 300 тысяч золота На то, чтобы союз гильдии на эти 300 тысяч золота закупил ресурсов Но, кажется, этого всё равно не хватит Или просто не хватит ресурсов на аукционе Я не знаю, были ли переданы в итоге 300 тысяч золота Я пытался, я такой Так, 300 тысяч золота, а кому их конкретно отдадут? Кстати, 300 тысяч золота Вот как произойдёт эта передача, этот акт? Мне хочется на это посмотреть Узнать, кому ушли бабки Кто будет осуществлять вот эту всю закупку На 30 тысяч золота на аукционе Но, к сожалению, эти вопросы остались без ответа Так что будем наблюдать Я, конечно, надеюсь, что пламягорцы не будут так уж сильно затягивать сдачу ресурсов С другой стороны, какое мне дело? Будет смешно, там будет вот так всех гореть пердак И ещё люди поливают Ну, там, как я и рассказывал, у гильдии есть проблемы с онлайном Потому что они не успевают добирать новых людей Вот, а старые просто забивают на игру Так что любопытно, любопытно Меж тем продолжают приходить новости из стана гильдии Винтерчилл Наших путеводных паровозов прогресса СНГ Вов Классик Комьюнити Вот, у меня есть скрин сообщения от их ГМ К счастью, тут написан его никнейм Эффект Я теперь могу смотреть на этот скрин и всегда помнить, как его ник Итак, ГМ Винтерчиллов пишет своим, собственно, Винтерчиллом Ваши срачи и нытьё, включая игроков, от которых я такого не ожидал В скобочках Реально уже в печенках сидят Я предлагал съебаться нахуй с гильдии тем, кому что-либо не нравится Кто считает, что его мнение посредственного работяги кому-то важно и нужно Но нет же, ни одного пидорка не свалило Мы по-прежнему лутаем эпики, делаем логи и, сука, ноем, ноем, ноем Давайте по-честному, гильдия держится не на вас Заменяем их по щелчку ноющих кирпичиках В скобочках из говна А на тех, кто делает нечто большее, кроме прихода в крейду и прожатия кнопочек своими кривыми пальцами Я не буду писать, что делать, а что нет У вас напрочь отпало чувство самосохранения Господи, какое сложное слово Теперь вы становитесь паиньками и лезете под шконку Или нет? Сенадер Кто это? Напишите, кто такой Сенадер? Сенадер, мы ждем тебя Уже на испытательном сроке на выход нахуй И это все было бы, конечно, очень интересно Я мог бы, ну, как-то подискутировать на тему происходящего Однако, я замечаю все больше и больше, что Винтерчиллы просто лолируют, вбрасывая вот такие вот штуки Ну, и как клипчик, который, наверное, многие из вас видели, где один из стримеров Винтерчиллов называет эффекта господином, который держит их всех в рабстве Ну, что-то такое Почему-то этот клип очень все, многие восприняли всерьез Хотя, ну, этот стример не выглядел как раб Вы не обратили внимание, что он там смеялся, улыбался? На самом деле, я не думаю, что его кто-то заставлял фармить эти чешуйки Кстати говоря, по поводу повевшихся, поведших Короче, тех, кто повелся на разводы Винтерчиллов Я говорил, что у них там обязательный 10-15 часов фарма Кажется, это не так Хотя, с другой стороны, когда мне сказали, что это не так С этим человеком начали спорить другие люди, которые начали говорить, что это так В общем, я думаю, что у Винтерчиллов там достаточно такая своя-свообразная атмосфера Во-первых, они до хрена тролят Во-вторых, возможно, они как-то тролят и провоцируют, может быть, даже своих обычных работяг А в-третьих, если действительно вот это сообщение было написано серьезно То должен сказать, что не только гильдию Винтерчилл посрать на свои кирпичики из говна Но, по идее, должно быть и кирпичиком из говна посрать на гильдию Винтерчилл Потому что эпики можно лутать в World of Warcraft Classic, находясь в какой угодно гильдии Или даже без гильдии Пример тому мой воин Правда, я им очень мало играю Но даже несмотря на это, я продолжаю лутать им эпики Короче, Винтерчиллы, я жду от вас более достоверной информации Хотя, ну вас нафиг Вы опять начнете мне всякую дичь загонять под видом инсайдов Но вот этот скрин, он довольно много где разошелся Он обсуждается, я не знаю, может быть, вы его уже видели То, что я засчитал Теперь немножечко расскажу про Вестник Рока На котором интересные такие события развиваются очень интересным образом Как вы знаете, на Вестнике Рока действительно собраны все ресурсы В отличие от Пламегора Мы их собрали все Кроме ткани Потому что ткани очень много Она не влазит, никуда ее негде хранить И те люди, которые говорят, что все ресурсы изи хранятся на почтовых ящиках Я, конечно, очень рад Но вы все с Пламегора И вы все говорили, что у вас есть ресурсы 10 комплектов ресурсов за Орду и за Альянс На почте каждого из вас лежит И никуда не исчезает И, как оказалось, это немножечко совсем чуть-чуть пиздеж Поэтому, господа с Пламегора, я не знаю Может быть, ресурсы с почты и не исчезают Но я пока что как бы сохраню нейтралитет по этому вопросу Не буду думать, что ни одна из сторон толком не разбиралась Не проводила каких-то настоящих исследований И ресурсы во время мейн-теста и перезагрузки серверов Если почта переполнена, могут исчезнуть Поэтому наши сагильдовцы там ткань не хранили Но, как бы там ни было Сейчас наши жукодрочеры вместо фарма ткани фармят себе чешуйки Потому что никто не фармит чешуйки На Пламегоре эта ткань сдали в первую очередь Практически, ну, по крайней мере, дорогую ткань, да, наверное Там были хорошие награды за эту ткань А у нас, ну, люди, которым были интересны хорошие награды Дорогие подъем бабок Их где-то 20 на сервере Еще 20 человек, таких как я Которые сдали там 500 тканей, я по-моему сдал Или 300, что-то около того Пооткрывал ящички Очень интересного Прям, да, мне понравилось, весело Все, больше не хочу Не хочу фармить ткань Не хочу всем этим заниматься А все остальные вообще не сдавали ткань Ну, просто обычные люди Которых еще 20 человек Все, на этом население весь некорох, в общем-то, заканчивается И, да, ткань некому фармить Жукодрочеры не хотят фармить ткань Поэтому у нас в гильдии предложили давать ДКП За то, чтобы помочь чешуйке фармить жукодрочерам Чтобы жукодрочеры потом помогли с тканью Как вы понимаете, люди немножко возбунтовались Потому что у нас у одного человека уже есть чешуйки Соответственно, мы можем просто нафармить ткань и бить в гон И люди об этом сообщили жукодрочерам Но жукодрочеры сообщили людям, что все ресурсы у них Потому что каждый из тех, кто у нас жуко хочет Он нафармил в одно лицо там 30 тысяч плюс ресурсов Один Они их фармили с весны Или даже с зимы, если я не ошибаюсь По-моему, с зимы, да И теперь эти люди говорят Ну, вы, конечно, молодцы, уважаемые населения Вестника Рока Но мы вам вообще-то открываем врата Так что не могли бы вы нам немножечко помочь пофармить чешуйки Часть из моих сагильдовцев Ну, по сути, это все население Вестника Рока Что там у Альянса, я, кстати, не знаю Алики напишите А часть из моих сагильдовцев такие Не, что это мы вам будем за ДКП помогать Что это за фигня Ну, по факту надо признать, что фарм за ДКП Это, по сути, то же самое, что принуждение к фарму И обещать не давать шмот Ну, вот как было на Пламегоре, да Вы этому возмущаете Ну, мне-то плевать, потому что я просто не по... Мне не нужно ДКП, мне не нужен шмот Мне и так весело, у меня все хорошо Но большинство у нас не прочь пофармить, в принципе И тут такая, как бы, ситуация Что наши жуко-ебы собирают ресурсы для всего сервера Но весь сервер не хочет помочь нашим жукодрочерам И в итоге наши жукодрочеры говорят, что если им не помогут Они вообще никаких претензий не имеют Они просто сначала нафармят себе чешуйки Потом нафармят всем нам ткань Потом сдадут все ресурсы И где-нибудь к декабрю у нас откроются врата на сервере Вестникрока Поэтому это все очень интересно Но, кажется, все-таки народ согласился фармить за ДКП И, видимо, фарм за ДКП чешуек будет Потом будет фарм ткани Это все, я надеюсь, произойдет достаточно быстро В течение нескольких... Хотелось бы верить, что неделя, а не месяцев Будем наблюдать Теперь я считаю, что самое интересное уже происходит На сервере Вестникрока Потому что на сервере Пламегор Ну, они просто сейчас там возьмут эти кучу денег от шейха Кучу золотых Закупят ресурсов Или не закупят ресурсов, если их нет, будут фармить Винтерчилы под угрозой Кика Как кирпичики из говна И в итоге все будет у всех хорошо Господа, эти выпуски вот по поводу Войны Жука Выходят так редко, потому что, ну, как вы видите Особо нету никаких новостей И, как вы понимаете, новостей дальше будет еще меньше Так что перестаньте мне писать под всеми видео Пептар, как дела с жуком Да, что там на Пламегоре, Пептар? Как там? Уже 300 ворот открыли или 400? Пептар, сообщи нам скорее Я обязательно, как только у меня будет накапливаться Какая-то, какой-то ком интересной информации Буду вам что-то рассказывать Но пока все очень вяленько Ничего не происходит Все такие Ой, а где наши ресурсы? Ой, их нету что ли? Боже Вообще неожиданно Ребята, что делать? Давайте собирать наш союз жука И обсуждать, где взять ресурсов Хотя взять их нам не откуда, как оказалось Ну и напомню, что очень классно подписываться на мой Патреон Или Бусти Можно и туда, и туда Куда вам удобней Это помогает каналу развиваться Делать больше видосов и так далее Больше видосов и так далее Собственно, тоже скоро будет Большое вам спасибо, что посмотрели это видео Приходите на канал Подписывайтесь Пишите комментарии Сливайте мне инсайдики Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok